всем привет друзья товарищи случайные и не случайные гости моего youtube канала это видео будет продолжительным по времени очень долгим но интересно советую внимательно слушать и запоминать все что и вам всем сегодня скажу расскажу друзья кое-кто усомнился в силе таро смотрите несколько прогнозов в прошлом году у меня лично не сбылось несколько несколько а сбылось за два года у меня лично больше трех сотен прогнозов больше трех сотен сбылось недоброжелатели в комментариях пишут мне именно тех прогнозов которые у меня не сбылись если бы они благодарили за сбывшиеся прогнозы то устали бы наверняка это делать пришлось бы слишком много сообщений оставлять под моими видео более 300 сообщений никто этого естественно делать не будет несколько человек усомнились с стиле таро зря это очень мощный инструмент запомните не ошибается лишь что кто вообще ничего не делает кстати сегодня 7 января рождество так называемым а вы в курсе друзья товарищи случайные и не случайные гости моего youtube канала в курсе того что у христа не сбылось несколько пророчества истинно вам говорю что нынешнее поколение не исчезнет прежде чем исполнится все эти слова поищите самостоятельно информацию об этом сети какие пророчества христа так и не сбылись на самом деле в описании к этому видео оставлю исключительно для ищущих правду и истину исключительно для ищущих правду и истину оставлю ссылку на документальный фильм фильм расследование гудбай иисус это видео стоит посмотреть рим иисус христос я его разместил на своей страничке вконтакте посмотрите это документальное кино очень интересное расследование так вот чему я вам всем об этом говорю у христа официально не сбылось несколько пророчеств однако многие из вас в нем не усомнились из-за этого а многие из вас вообще об этом ничего не знают подумайте поразмышляйте об этом мой канал исключительно для думающих ищущих людей понимаете для думающих ищущих много ли таковых в россии сейчас не так много вы в курсе какое там у большинства несколько кредитов за плечами им некогда искать думать размышлять анализировать им не до этого всего друзья если вы изучаете таро у вас обязательно будут промахи без этого никак не обойтись изучайте таро вы пару раз но все же промахнетесь нереально постоянно верно считывать информацию в процессе изучения таро именно в процессе изучения когда у вас опыт работы с таро будет от 3 до 5 лет как минимум вы не имеете права ошибаться но даже и тогда будут промахи на ютубе нет профессиональных тарологов не ищите их их здесь нет много раз об этом говорил я знаю трактовку карт таро соединяю карты таро вместе озвучиваю вам что означает та или иная пара в сочетании аркана таро именно по этой причине у меня лично сбылось столько прогнозов только по этой причине надо работать с сочетанием карт таро а не трактовать по одной карте и у меня очень много завистников среди других среди тех кто работает стороной ютубе я ведь озвучил верную трактовку а другие большинство ее просто не знают они трактуют исключительно по изображению по картинке на карте не знаю не понимаю честно что люди ждут от таких тарологов каких успехов результатов мне лично непонятно а насчет иисуса вы задумайтесь хорошенько у него тоже есть попадание в молоко мой расклад посмотрите видео таро иисус христос эйшуа красивая легенда или реальность такое небольшое вступление теперь главной теме сегодняшнего ролика чем закончится для россии нынешняя война с украиной пардон СВО с Украины какие будут последствия результаты решил этот вопрос на колоде таро не увижу посмотреть она себя очень хорошо зарекомендовала в процессе работы я ранее задавал похожие вопросы колодам таро все они показали на то что украина потеряет часть своих территорий а россия наоборот расширит свои границы так и случилось вы в курсе признание днр и лнр предсказано присоединение к россии новых территорий референдумы предсказано мною кстати был вопрос в контакте один товарищ прислал в личку новые территории которые отошли россии таро их тоже считает российскими друзья товарищи если мне карты таро показали референдумы тогда когда никто в них не верил все смеялись надо мной значит это российские территории за других тарологов не скажу надо отталкиваться от той информации которую вам показывают которую вы верно считываете с карт таро итак чем закончится для россии нынешняя война с украиной какие будут пардон освоил какие будут последствия результаты на моем канале есть видео таро россия украина 2023 2024 для тех кто изучает таро кто не смотрел обязательно посмотрите его поставьте это видео прямо сейчас на паузу кто не смотрел и сперва его посмотрите ссылку тоже дам в описании к этому ролику я там задал колоде таро конкретный вопрос будет ли заключен мир в 2023 в конфликте между украиной и россией помните что мне карты показали какой они ответ дали кто смотрел тот в курсе кто не смотрел посмотрите тогда у вас пазл полностью сложится итак чем закончится для россии нынешний конфликт с украиной какие будут последствия результаты таро не увижу колесо фортуны страшный суд пятерка пентаклей император маг восьмерка кубков на дне колоды луна итоговый аркан 66 6 плюс 6 12 повешен в раскладе 5 старших арканов луна колесо фортуны страшный суд император маг последствия будут серьезными для нас с вами для нашего государства луна старший аркан на дне колоды это выход из зоны комфорта именно старший аркан луна имеет такую трактовку выход из зоны комфорта неопределенность страхи тайны враги критическая ситуация от нас могут что-то скрывать друзья мы видим только одну сторону луны другая от нас скрыта мы смотрим на происходящее сейчас событие только как бы с одной стороны под одним углом как бы а ведь есть и другая скрытая от нас есть о чем подумать над чем задуматься психологическое давление воздействие люди будут сильно переживать волноваться нервничать сильный удар по психике неизвестное чувство страха опасения беспокойства в лунном свете легко сбиться с пути луна ведет нас в неизвестность совет по этой карте вы должны найти свой путь и вернуться и вернуться к ясной цели колесо фортуны плюс страшный суд колесо фортуны плюс страшный суд судьбоносные изменения судьбоносные решения будут приниматься нас ждет череда событий от которых люди словно пробуждаются от спячки сна пелена у многих спадет с глаз изменения перемены реформы плюс слом прежнего образа жизни встряска привычного образа жизни наступает новая эпоха время глобальных перемен изменений ощущение ускоренного темпа жизни плюс старый мир рушится вместо него возникает новый вовлекаться ввязываться плюс решительный шаг навстречу переменам осознай оцени и действуй нужно сохранить ненужное отбросить видение всего видение всего в новом свете это сочетание говорит нам всем о том что мы словно попали в колесо в круговорот глобальных изменений перемен все будет вокруг нас меняться жить так как раньше мы уже не будем это как бы освобождение от всего старого и жившего себя болезненно все это будет происходить по пятерке пентапли слом всего старого и жившего себя через болезненные реформы в государстве через болезненные перемены изменения через потери материальные через неудачи и горя через череду бед и несчастье даже через нужду материальную придется научиться нам всем отделять зерна от плевел придется по-другому смотреть на этот мир иными абсолютно другими глазами глобальные радикальные изменения перемены изменение положения россии на международной арене очень серьезные последствия для страны будут колесо фортуны плюс император реформы будут в нашем государстве проводиться изменения в каких-либо структурах по большей части военных силовых изменения перемены в управлении в устроении государства перемена в судьбе россии страшный суд плюс маг затянувшийся процесс плюс осуществлять планы добиваясь результатов используя свои таланты смена направления приобретение иного статуса плюс действуя осознанно сознательно оказывающий сильное воздействие светлые силы побеждают темные плюс действие мощность концентрация занимать твердую позицию плюс знание того что вы делаете и почему способность влиять на события людей обстоятельства наступает новая эпоха плюс есть все возможности для решения чего-либо для получения желаемого результата активное начало нужно делать действовать контролировать то чего не избежать контролировать то чего не избежать в отношении с другими странами нас ждут глобальные изменения перемены пятерка пентакли восьмерка кубков крайне негативное сочетание справа вертикальный ряд материальные проблемы плюс путь одиночки отсутствие поддержки трудные времена плюс слом устоявшейся системы ценностей расставание с прежним образом жизни бедность депрессия плюс быть отягощенным с заботами тащивший все на себе ежедневно чувствовать себя истощенным отверженные и гонимые чувствовать себя лишним изгоем плюс утомительные перемены смена окружения и направления ожидающие нас перемены могут быть весьма неприятны плюс дефицит утомления изнеможения отказ от старых отношений что еще можно увидеть на этом раскладе государство одиночка маг он одиночка ему никто не нужен разве что только во время какого-либо представления обращения кому-либо на пятерке пентакли одиночка и на карте восьмерка кубков тоже глобальные перемены изменения в материальном плане повторюсь бедность нищета это четко видно негативные эмоции психологически тяжелое состояние у людей будет в стране манипулировать людьми будут в этой колоде посмотрите как выглядит карта маг там обезьянка видите грамотно это будут делать умело толково часто власти будут к народу обращаться с призывами каким-либо действием будет много официальных заявлений выступления обращение к нации я бы на вашем месте рублевые вклады закрыл бы на деньги стопудово кинут итогов аркан повешенный перевернуть переворачивая мир коренной поворот в проводимой политике скорее переворот период испытаний разрушая старый порядок изменения старого порядка изменения старых приоритетов отдать себя ради высшей цели добровольная жертва ради благих целей разрыв с прошлым отсутствие опоры неопределенность подвешенность подвешено состояние видение под новым углом новое видение мира принять на плечи свой крест это тот опыт который трудно пройти повешенный ему некуда торопиться и не надо прилагать усилий его мир уже перевернулся вверх ногами когда мы больше всего хотим иметь свой собственный путь именно тогда мы должны пожертвовать собой можно сказать что это в какой-то мере философская карта старшерком повешен когда мы больше всего хотим действовать именно тогда мы должны ждать когда мы больше всего хотим навязать кому-то свою волю именно тогда мы должны отпустить ирония заключается в том что делая эти как бы на первый взгляд противоречивые шаги мы находим то что ищем происходящее вокруг кажется странным трудным для осмысления понимания творятся непостижимые вещи то чего на самом деле быть не может переустройство все системы ценностей терпеливо жди развития событий учись терпи сохраняя ясность духа спокойствие души и жди жертвы практически во всех вопросах если хочешь независимости придется чем-то пожертвовать если хочешь идти своим собственным путем придется чего-то отказаться чего-то лишиться хочешь выйти на абсолютно иной новый уровень придется что-то принести в жертву иначе никак таковы правила отказ от старой системы только через болезненный путь только через период испытаний неудач материальных потерь и добровольных жертв праздник на нашей улице будет конечно но по восьмерке кубков он достанется такой ценой что многие просто наверное не захотят ничего праздновать на картах вернее на карте восьмерка кубков четко видна неудовлетворенность чувство порождаемое невыполненными желаниями обещаниями эмоциональное истощение и выгорание будет лишь одно желание уйти в сторону и побыть в горном одиночестве привести свои мысли в полный порядок видите там на заднем плане салют что-то кто-то празднует однако такое состояние будет которое я вам только что описал это все если детально подробно рассматривать расклад а если в двух словах друзья товарищи бегло так посмотреть неопределенность и подвешенное состояние луна и повешенное предлагаю всем вспомнить советско-финскую войну бегло пленку назад отмотаем вспоминаем историю советско-финский конфликт война кто в этом конфликте победил вы сейчас поймете почему я так переключился на советско-финскую вот вспоминайте кто в ней победил финны считают что они победили мы считаем победа стала за нами вот слушайте сейчас очень много общего прослеживается советско-финская и нынешний конфликт смотрите тогда советская красная армия штурмовала линию маннергейма сегодня со слов пригожина ВСУ создали в Артемовске 500 линий обороны тогда советские власти СССР не планировал завоевывать всю Финляндию сейчас на мой взгляд у нас тоже нет такой цели по отношению к Украине главная задача тогда у СССР было вразумить неразумных финнов разрушить их мощную хорошо укрепленную линию обороны чтобы ею не смогли воспользоваться в случае войны с Германией понимаете тогда советская армия советское правительство глубокими ударами не стали расчленять Финляндию а ведь могли лишить ее связи с Швецией а тут откуда с Швецией откуда шел поток добровольцев материальной помощи выхода к Ботническому заливу параллель проведите и самое главное тогда первый этап войны с финами сложился для СССР крайне неудачно недооценили поиспособности финских войск прорвать сходу линию Маннергейм не удалось видите сколько всего общего это я так бегло провел параллель бегло сравнил за пару минут буквально очевидно что и сейчас захват всей Украины не входит в наши планы смотрите тогда в результате войны СССР присоединил около около 40 тысяч квадратных километров не отдавая ничего взамен вернул выбор после подписания мирного договора в составе СССР оказалась значительная часть Карелии отодвинул границу от Ленинграда получил военно-морскую базу на полуострове Ханка налицо стратегический успех территориальный вопрос был решен в пользу СССР а что получили финны почему они до сих пор считают что победили в той войне об этом вам лучше спросить у них самих дешевая пропаганда искаженная информация и ложные сведения выводы с их стороны не более в нынешнем конфликте между Россией и Украиной Азовское море официально стало внутренним морем России НАТО разместить там свою военную морскую базу уже не сможет по итогам серии референдумов в состав Российской Федерации вошли 4 новых региона Донецкая и Луганская Народной Республики Херсонская и Запорожья областей теперь вместо 85 субъектов у нас 89 на данный момент на данный момент официально площадь России если не память не изменяет увеличилось на 17 233 квадратных километра СВО продолжается оно еще не завершилось так кто сейчас побеждает ситуация как бы повторяется много общего вот если провести параллель советско-финская война советско-финский конфликт завершился подписанием мирного договора в нынешнем конфликте между Украиной и Россией если вы посмотрите вот те видео которые я вам сегодня рекомендовал расклады скорее всего все завершится так же как в 2014 году помните в том видео аркан справедливость я спрашиваю про мир про Фомо а мне про Ерему я спрашиваю будет ли заключен мир а мне показывает старший аркан справедливость разрешение какой-либо ситуации вспоминайте то видео скорее всего будут заключены какие-либо договоренности не знаю поэтому чем закончится для России война с Украиной СВО конфликт по этому раскладу даже по этому раскладу понимаете вот уже еще одна колода но опять же и близко нет окончательного решения неопределенность неопределенность и подвешенное состояние ну четко читается неопределенность как в далеком 2014 году тогда всех все устраивало вспоминая такое положение в 2014 году все конфликт быстро завершился возможно скорее всего это уже не один расклад это уже пошел уже как тенденция какая-то что ли несколько колод показывают спрашиваешь про мир а не он что показывает скорее всего что-то похожее в этот раз нас всех ждет неудовлетворенность скорее всего снова подвешенность подвешенное такое состояние можно сказать заморозка хотя здесь старшего аркана звезды нет но подвешенное состояние на продолжительное время а там и 2034 не за горами кто смотрел все мои видео от первого до сегодняшнего все звенья происходящие сегодня события скорее всего и соединятся в одну длинную цепочку длиною до 2034 года включительно помните мои видео конфликт НАТО с Россией когда в каком году начало смотрим на Тару перечисляю что сбылось и Тару когда третья мировая война точная дата по следам старых раскладов смотрите всем ссылки на эти видео тоже найдете в описании к этому ролику карты мне все верно и показывали по сей день друзья товарищи Россия увеличивает свою территорию расширяет свои границы помните старший аркан силы плюс десятка пентаклей в одном из моих видео было такое сочетание это еще когда только конфликт начинался пришла эта карта я вам сказал что мы никуда не уйдем силы плюс десятка пентаклей еще в самом начале нынешнего конфликта на какой-то месяц это сочетание такое пришло промотайте мои ролики найдете на Россию я смотрел я уже тогда вам сказал мы расширим свои границы так и случилось все видео на моем канале смотрите кто изучает корону Украина в прежних границах больше существовать не будет так и есть это все уже осознают ну разве что только кроме Зеленского да и то последнее время он забегал засуетился в Америку он даже слетал он понимает что все Украина в прежних границах больше существовать не будет это в лучшем случае в общем друзья товарищи если все произойдет так как я вам сегодня сказал вы будете знать по какой причине в 2034 начнется третья мировая сейчас поступает информация мы начинаем потихоньку взламывать оборону а я вам говорил как только Россия начнет побеждать на сцену сразу выйдет Эрдоган страны сразу заговорят о том что надо начинать переговоры надо договариваться разве они правы да вы сами все прекрасно понимаете начали начали взламывать их оборону пошло продвижение поэтому не весело конечно все не весело этот расклад тоже не веселый вроде все друзья товарищи еще раз всем спасибо за поддержку искреннее спасибо всех с наступай вернее уже с наступившим новым 2023 годом удачи и всего самого наилучшего мира добра счастья и конечно же исполнения всех ваших желаний в новом наступившем 2023 году с новым годом на сегодня все всем удачи до новых встреч счастливо друзья